У нас тут трэш, мы сейчас срочно едем к ветеринару. У Мурки умер один котенок и два других как-то странно плачут и с трудом ползают. Мне ветеринар сказал, что возможно они от голода умирают, потому что она плохо их кормит. Так, котята в теплом одеяле, у нас плюс 26, печка включена. И мы среди ночи едем к ветеринару. Короче, я не хочу передавать вам весь этот ужас, что мы пережили вчера. Я скажу кратко, трое котят за один день умерло, остался только один, вот этот. И знаете, что странно? Это его сюда Мурка перетащила. Мне пришлось сюда положить теплая покрывалка, потому что перетащила его к дверям. Она тут под дверями сидит, все время хочет выйти. Странно то, что он лакает из блюдечка, когда я делаю ему молоко. А я купила молоко, потому что Мурка недокармливает, ну, как сказал врач. Но он совершенно не сосет Мурку, у него тоже пропадает сосательный рефлекс. С чего он у него пропадает, если он, в принципе, пьет из блюдца? Ну, то есть, я немного сомневаюсь, что все-таки это все с ними от того, что они недоедали, как говорил доктор. Потому что были себе активные, 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 и вдруг в один день все трое начали умирать. Это как-то очень странно. Причем пропадает сосательный рефлекс. Это тоже очень странно. Если бы котенок был голодным, он бы наоборот сосал. С усиленной... Ну, голодный бы был, да? Было бы видно по нему. Кошка сейчас полная бока молока. Никуда не выпускается из комнаты. А он не сосет ее. Вот из блюдца пьет. Я ему когда налью, через часик как раз буду еще кормить молоком. Посмотрите, как пьет и хорошо из блюдца. А ее не сосет. Вот так поелозит чуть-чуть носом. Поелозит и все. И ничего. А ну, просыпайся. Может, пососешь. Смотри, пришла. Она тоже редко к нему приходит. Положила тут и гуляет себе. Вот он вроде ищет, ищет. Видите, так носиком водит, водит. Но не сосет ее. А лучше бы он, конечно, пил мамином молоко. Я не понимаю, почему. Вот, видите. Я очень надеюсь, что хотя бы этот малыш выживет. Потому что, ну, реально, передать этот ужас, это... Хорошо, что я ничего этого вчера вам не снимала. На видео, поверьте мне, просто. У меня перед глазами эти все картины стоят. Они такие хорошенькие, маленькие. Я так старалась им помочь. Вот я его уже прям подложила. Прям бери и соси. Нет? Видите? Вообще не сосет ее. Так ляжет на нее и лежит. Вот так вот водит носом вяло. По шерсти и все. Как будто не может найти. Хотя, что тут искать? Все видно, как на ладони. И вот так ложится. Вот так вчера те двое делали. Которые потом умерли. Но они вообще не искали. Этот хоть ищет. Вот, вот, вот. Давай. Мне так хочется, чтобы он мамино молоко пил. Давай, малыш. Такое ощущение, что у котят просто пропадает сосательный рефлекс. Вот что это может быть? Может, это какая-то врожденная болезнь или что? Я не знаю. Может быть, они погибли из-за того, что перестали ее сосать? Почему он может пропадать? В общем, очень странно. Этот самый такой крупный, пушистый. Те все были мельче. А вот налью в миску, посмотрите. Через полчасика будет. Врач говорил, каждые два часа кормить. Через полчасика два часа пройдет. Налью и посмотрите, как с миски пьет. Вечером у нас произошел абсолютный ужас. Мне было не до камеры, не до съемок. Ну, как бы я вам это все расскажу, но я это не снимала, разумеется. Потому что, ну, такое, такого никто не ожидал. Муркины котята, которые были в домике, в детском. Я заглядываю. Три котенка ползают, один спит. Причем спит как-то, знаете, вот на полу лег. То есть не на мягеньком чем-то. Мне захотелось его подвинуть на что-то помягче, переложить. Я подхожу, беру этого котенка, а он умер. Он не спит, он просто мертвый, представьте. Я в шоке. И я смотрю двое других, которые поменьше. И еще один побольше. Двое других себя тоже как-то странно ведут. Они как-то странно ползают. Как будто бы на передние лапы не могут наступать полностью. Это у них, ну, сил, наверное, не было. А я подумала, что у них что-то с лапами. Я подумала, что пришел какой-то кот, и их, может быть, побил или что-то случилось. И только один котенок себя ведет вполне нормально. Ну, обычно. Это было полдесятого вечера. У нас уже не работали ни ветеринары, никто. Я решаюсь. Звоню в одну из клиник, в которую мы ездили в последнее время. Люди там прямо и живут просто. У них как бы дом частный, у них клиника прямо в своем же доме. И говорю, что так и так, понимаете, боюсь, что до утра не доживут. Вот один котенок непонятно почему умер, двое других тоже очень странно себя ведут. Как будто им плохо. Они мяукают. Причем один просто открывает рот и беззвучно мяукает. Без звука. Он говорит, везите их ко мне, закутывайте в одеялко и везите. Ну, я положила их в корзину, мы поехали. Я приехала, он посмотрел на них, пощупал их и говорит, они у вас от голода умирают. Их говорит, мама плохо кормит. Ну, честно вам скажу, это был шок, потому что никто этого не замечал. Даже я, когда пыталась подкармливать, вы видели паштетом, они не захотели есть. Они не выглядели какими-то уж очень тощими или голодными. Я даже до сих пор сомневаюсь в его правильности, его диагноза. Потому что это как-то странно. Мурка к ним приходила, они все ее сосали. И вдруг в один день вот так вот. Да, она иногда выбегала в коридор и подкармливала тех старших котят. И мы сердились, и мы говорили, что этим может не хватить молока. И даже был момент, когда я сказала, что я куплю молоко, буду их подкармливать. Но потом подумала, да не, ну зачем подкармливать, если они сосут мамку. Вдруг они бросят сосать ее молоко, я сделаю им только хуже. Но как бы даже такой был момент, когда я задумывалась о том, а вдруг им не хватает муркиного молока. Вот надо было мне тогда послушать свою интуицию, купить это молоко и все-таки их подкармливать получается. Ну, в общем, я не знаю, три котенка за один вечер. Мы приехали, врач сделал им уколы, поддерживающие глюкозу. Дал мне с собой еще уколы. Мы приехали, и буквально, ну, прошел час-полтора, и еще двоих не стало просто. Я их поила со шприца, с пипетки, молоком. Я их, ну, уколы эти лежали, чтобы в 6 утра им уколоть. Вот, я им все, что надо делала, грелочку подложила, на грелочку ложила, выкладывала. Я сидела возле них, буквально сидела весь вечер возле них. Вот, пока их двоих не стало. Остался один котенок, который вроде бы вчера нормально был, а сегодня с ним тоже, ну, у меня такое ощущение, что он сегодня себя хуже чувствует, чем вчера. И у меня такое ощущение, что это не связано с едой, потому что его-то мы кормим сейчас, а это все-таки какая-то то ли у них болезнь, то ли, может быть, врожденное что-то, я не знаю. У них еще языки очень сверлые такие, белые. Ну, врач сказал, что это, наверное, гемоглобин понижен. Ну, тоже кто его знает. А может быть, это желтуха какая-нибудь, ну, такие желто-белые они, не знаю. Ну, в общем, такого еще никогда не было. Сколько у нас рожали кошки, такого еще вообще никогда не было, чтобы трехнедельные котята вдруг ни с того, ни с сего в один день умерли. Ну, почти все. Это просто жесть. Это такая жесть, у меня вообще до сих пор в голове не укладывается. Я обужу котенка, потому что по времени его пора кормить. У него тоже подламываются передние лапы. Вот так было вчера у тех сначала. Я думала, что у них что-то с лапами. Сегодня утром он нормально ходил. Что это может быть? Вот он ест. Ест сам. И соски он не хочет. Ему больше нравится, хоть он и носом туда макается, фыркает, ну, как бы учится, но ест сам. И шерсть какая-то стала хуже сегодня. Что-то мне сдается, что это все-таки какая-то инфекция. Не знаю, какая. Делаю каждые два часа котенку молочком. Также подсовываю его мурочки, потому что вот ушла спать ко мне на кровать, бросила там ребенка. Он сполз с этого пледа, на холодном полу лежал. Ну, вообще. И, кстати, он немного пососал у него молоко. Поэтому я рада. Вроде бы у него больше сил появилось. Может быть, все будет хорошо. Надеюсь. Тут у меня лежит снежок мурлыкает. Пробрался в комнату. Ой, как зевно. Ой, как зевно. Мурка, кстати, ушла к нему. Она к нему заигрывает. Пришла, села такая, намекала, чтобы он ее вылизал. Но он не стал ее вылизывать. И она легла возле него себе спать. А дитя оставила. Ну, вот как такой пухляш может умереть от голода. Ну, пухленький же. За полдня на молоке пузо такое наел. Такое пузо наел. Только что опять кормила. Надо вам заснять кормление, потому что смешно ест. У него как борода у Деда Мороза висит из молока. Да? Да? Я хоть толстый стал за полдня. Такой толстенький. Кстати, любит, когда его чухают. Смотрите. Начинает прибалдевать сразу. Поднимать головку. Ой, ой, ой. Аж лапкой хочется помочь. Умирь. Урочка. Стоп. Только не уноси его, Мурька. Пусть тут полежит. Там холодно на полу. Потусите тут вместе. На, молочком пахнет, да? Да? Оно у тебя так молочко слизывалось с губок. Да, так твоя мамка твоя. Думаешь, тебя облизывает. Молочка попить хочет. Засыпает у меня на ладошках. Покормила его только что молочком. Долго смотрела мне в глаза. И начал засыпать. У меня теплые руки. Приходила Мурка, хотела отобрать. Я ей не отдала. Все равно она его не кормит. Ну, в смысле, он не сосет опять у нее сиську. Не знаю, почему. Ему просто лижет и все. А молоко поел очень хорошо. Половину съел. Сейчас такой толстый. И все, и сразу спадки. Какая лепочка маленькая. Я его теперь не могу выпустить из рук, потому что ему тепло и хорошо. И все, он мне так сидеть. Вот это мне так сидеть. А у меня огромный котенок. И не хочет. А заснишь меня? Не хочет ладошки. А у меня огромный котенок. Все. Он у меня в ручках жить хочет. Все. Опять лег. Сердечко сточит. Я слышу прямо на ладошке у меня. Знаете, с какой скоростью сейчас? Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Можете посчитать, сколько это ударов в минуту. Вы просто посмотрите. Он обнял мою руку и спит. Я не могу ее убрать. Я только пытаюсь. Он ее опять обнимает и прижимается щечкой. Он хочет спать возле руки. И может уже крепче за сном отпустить. Я уже отлеживалась в руку. Заснул. Наелся и спит. Пришла ко мне в кровать Мурка. Заявила свои права на ребенка. Вылизывает. Не, не уноси, Мурка. Уносить не надо. Ребенок не хочет у нее шусать молоко. Ну не хочет еще тут. Мурка, нет. Не уноси. Он у тебя там кричит. Но я его уже уносила. Опять положила под дверь и он кричал. 11 часов ночи. Нормальные люди уже спят. А я каждые 2 часа делаю котенку молоко. Сейчас перегрела воду. Ее в принципе так и надо. До кипятка греть и потом остужать до 50 градусов. И потом разводить в ней молочко. Сейчас пока помою соску. Соска не используется. Он не хочет пить из соски. Но я вот так ее зажимаю, когда закручиваю. И просто взбалтываю. Поэтому она в молоке. Это специальное молочко. Помните, мы такое в мире покупали. В Испании. Это для котяток от нуля. А так добавляем. Закручиваем. И сейчас будем взбалтывать. Все. Получилась однородная смесь. Привет, плюшка. Что тебе, молочком запахло? Вот такое вот молочко. Оно такое жирненькое. Оно совсем не такое, как коровье молоко. Миску он свою уже знает. Дальше я делаю вот так. Я выливаю молочко в мисочку. Сейчас попробуем, не сильно ли еще горячее. Ой, не еще горячее. А, зайц, подожди. Так, ну когда еще как не в 11 ночи, вам показать, как забавно он ест. Он еще немножко тыкается носом в молоко постоянно. Он старается этого не делать, но у него плохо получается. Вот, видите. Потом он сядет, чихнет. Если носом сильно ткнулся. Вот так. Чихнет. Потом продолжает кушать. Он такой милый. Чихаем. Вот так. И пьет дальше. Я еще ему немножко носик вытираю. Мяуканье на заднем плане. Это мурка закрытая в туалете, потому что иначе она у него просто заберет молоко и выпьет сама. И вот так вот он ест. Как Дедушка Мороз. У него просто появляется молочная борода. И очень долго он думает. Каждый раз, как носом ткнется, он вот так посидит, подумает. А потом продолжает кушать. Куся, куся и остынет. Ку-у-у. Не отвлекайся. Вот так он учится есть. Что, наклонить? Я ему еще частенько наклоняю. Давай. Может, что-то поменьше надо взять. Еще такое? Что? Носик? Коши маленький. И мне вот так приходится каждые два часа кормить. Потому что так сказал доктор. Кормите каждые два часа. Я не знаю, как я буду ночью спать. Видимо, не буду. Блин, а ты, наверное, все утро будешь спать? Все утро буду спать? Да нет, утром его тоже надо через каждые два часа кормить. Ничего себе, ты, получается, не будешь спать? Ну, получается. Просыпаться буду кормить и опять засыпать. Ну, что ты там вылизываешь? Он уже и вылизываться научился. В свои три недельки. Чудо. Давай. Опять носом ткнулся. Ой, чудо. Давай язычком, ты же знаешь. Он уже иногда нос старается держать повыше, а язычком лизать. Давай, чудо с бородой. Кушай. Слушай внимательно. Кушай, кушай, давай, тебе надо. Вмочил лапу в молоко. Теперь сам эту лапу вылизывай самостоятельно, малыш. Да? Все, ты уже не будешь? А хвост пушистый. В Мурку. В мамку, да? Твоей мамке хвост такой же пушистый. Спасибо. Катя, кстати, приехала. Приехала на несколько дней, потом они в горы едут на несколько дней. А потом у нее сессия начинается надолго. Давай. Все. Ну все, он уже не хочет. Я не заставляю, если не хочет. Выпустишь Мурку, Алисочка? Пусть идет доедает. А Катя, он еще не хочет? Да, не хочет. Хорошо. Мурка, кс-кс-кс. Иди дай, дай. Сейчас будем щипать. Всех. Чуть-чуть того почпала, потом другого. Алиска, вот щипать, спать уже надо. Все. Чуть-чуть. Все, Тися, думаешь? Сейчас мамка тебе и ротик вылежит. Подожди. Доест твое молоко. Мурка, наверное, в жизни столько молока не пила, как сегодня. За ним допивает. На самом деле я развожу 20 мл, да? А ему нужно скушать буквально, ну, 5, хотя бы 5 мл. То есть, вообще, четвертую часть от этого. Он иногда даже половину съедает. То есть, 10 мл. Все. Все, умывай, детка. Умывай, умывай. Прошло еще несколько часов. Еще чуть дремало. Котенок так и лежит, видите? Слабенький. И мяукает, как тебе мяукали. Не понятно, чего. Открываю, мне-то не очень помогать. Костя пришел, Алиса будет в школу. Доброе утро. Доброе утро. Лизеночку надо в школу вставать. Масик. Сейчас я подумаю, что мы только шариками с молоком и кормим. Вчера весь день такое разнообразное меню было, и я не снимала. Рыбу вчера очень хорошо ела, Алиса красная. Маленький. Слушай, заболечка напала. А? Что случилось? Молодой мистик. Молодец. Так надеюсь, что ты выздоровеешь. Что ты, что ты? Сейчас болел. Сейчас отойдем Алиса в школу. Поедем где-то к ветеринарам еще другим. Может, здесь помогут. Все утро я нервничаю. Я положила котенка на теплую грелку. Она просто такая едва тепленькая, поэтому я на нее никакие тряпочки не стала стелить. Ну, то есть, была бы она горячая, я бы постелила сверху там полотенушка, да? А она такая, еле тепленькая. Он лежал вообще на полу, он слезал с этого пледа и ложился на пол. Вот. Я не знаю, почему ему структура пола больше нравилась, чем этот плед. Пол-то холоднее. Вот. И ему, ну, явно становится хуже. Я все утро нервничаю. Он уже отказался от еды. Я его из бутылочки, можно сказать, насильно пыталась накормить. Кости никак нет. Я жду, когда Костя приедет, чтобы в ветеринарку ехать. Тут водичка вот. Водичку ему пытаюсь давать. Ай, Кости никак нет. Он меняет шины. Он был записан на 9 утра, оказывается, на то, чтобы шины на зимние переодеть. Он поехал, он говорит, я поменяю шины, приеду и сразу поедем в ветеринарку. Я вот это жду его. И я не ветеринар, но вот так, глядя на то, как развивается эта вся картина с котёнком, это явно какая-то инфекция. Причём, возможно, даже типа воспаление лёгких. Я стала гуглить, читать, что у маленьких котят бывает. Может быть чумка, может быть воспаление лёгких. Вот такое, которое быстро достаточно развивается. И по симптомам тоже всё это очень похоже. Потому что, я же говорю, когда тем было плохо, этот был совершенно здоровый. Учитывая то, как он вчера питался усиленно и хорошо, он не может умирать от голода. То есть теорема, что их недокармливала кошка, и они поэтому умирают, нет, она оказалась не теоремой. Вот. Врач поставил неправильный диагноз. И сейчас, возможно, можно было бы поставить диагноз, послушать его лёгкие, уколоть ему какие-то уколчики, но никак не приезжает Костя. В общем, пока жду, делаю, что могу. Грею его, кормить пытаюсь. Сейчас вот засыпает. Наконец-то подъехал Костя. Я уже не надеюсь, что мне спасут котёнка, а надеюсь хотя бы на диагноз. Потому что, если это чумка, то надо бегом прививать наших непривитых кошек. Я взяла котёночка на грелке. Ой, блин, с этими нашими дорогами. Так трусит. Ну, грелка, как такой мягкий матрасик, ему амортизирующий. Получается. Дома он себя вёл сейчас так. Он лежит, лежит, потом встаёт и бежит куда-то. Просто бежит и падает. Я не знаю, что это за симптом. Такой, знаете, как будто бы у него паника. У тех тоже так было, когда им было плохо. Которые потом умери. И из-за этого у меня мало надежды, что ему помогут. Но мы едем к другому врачу. Не к тому, который сказал, что они умирают от голода. Потому что они явно не от голода умирают. А мы едем сейчас к другому. Не знаю, дадут нам диагноз, не дадут. Спит по дороге. Всю дорогу спит. Дышит вот так вот. Ну, в принципе, это ещё более-менее... Да, конечно, он хуже нависал. Да нет, он ещё вымазанный молоком. Мамка его облизывала постоянно. Ну, вообще, выглядит он, конечно, так себе. И у него, я же говорю, какая-то дезориентация началась. Он то сидит, то лежит, то бежит. Он сам не поймёт, что он хочет, мяукает, плачет. Когда не спит, то плачет. А ещё пока доедем до клиники, и мы не записаны. Вдруг там очередь. Захотят ли нас принять? И вообще не знаем. Буду проситься там. Буду говорить, что ещё отойдёт на минуты. Сегодня понедельник. Вчера вообще был выходной день. В воскресенье. Я весь день его кормила, выхаживала. Уже думала, что налаживается всё. Короче, мы приехали в клинику под названием Панда. Там котёнка забрали у меня сразу же. Я подождала минут 5-7. Ко мне вышли и говорят, очень низкая температура, 33,7. Мы его, говорят, положили на грелку, дали кислород в какой-то бокс. Представьте, там прям целая, ну, реанимация. Он говорит, сейчас будем разбираться. Он говорит, что так по подозрениям какой-то хламидиоз, который, кстати, может передаваться и людям, и животным. Я не знаю, что оно такое. Вот иду в машину погуглить, сказали минут 10-15 ждать. Наверное, кровь возьмут на анализ. Короче, как я и думала, инфекция и, блин, ну, что за первый врач был? Если бы он посмотрел и поставил этот диагноз, или хоть заподозрил, мы бы этого котёнка, может, раньше начали лечить. А он сказал, просто хорошо кормить. Всё. Я вчера весь день его выкармливала, каждые два часа, всю ночь. Я пришла к машине, там, блин, закрыто. Мне сказали, 10-15 минут, можно в машине посидеть. И хожу ещё, где тут кофе продаётся. Понятно. Я не ел сегодня ещё ничего с утра. А что же ты так? Ну, потому что... Так спешил с колёсами? Сначала собирал одного человечка в школу, потом машину погнал, да. Ну да, сегодня Костя Алису собирал, причём полностью, потому что я всю ночь с котёнком, у меня вообще на это сил не было. И, кстати, мы ей тетрадку не дали, надо было по ЕДС вторую часть дать. Тебе надо добавиться в ту группу и читать, потому что они там это написали, и я тебе чисто забыла сказать. И все сидят, работают в тетрадке, а она без тетрадки. Придётся дома делать. Да нет, это я и так знаю. Вы написали же взять новую. Это часть вторая? Часть вторая, да. Надо было её положить с собой. Придётся дома это делать теперь. Так, хламидиоз у кошек. Инфекционная болезнь, которая вызывает внутриклеточные паразиты из рода кламидорфия. Чаще всего бактерия поражает слизистые оболочки носа и глаз животных, но также может проникнуть в организм, атаковать кишечник. Ну, у малышей. Как долго кошки считаются с заразным хламидиозом? Признаки наиболее выражены через 9-13 дней, а затем стихают 2-3 недели. Нелечённые кошки могут передавать инфекцию другим кошкам в течение месяцев после заражения. Ё-моё, может быть, мурка где-то подхватила этот хламидиоз, когда вот это на 10 дней пропало, и у них симптомы появились, получается. Ну, то есть они не сразу от неё заразились, а один, может быть, родился, а то, помните, сразу умер первый же день, может быть, он и родился с этим. Котята могут заразиться от своих матерей во время родов. Класс. И главное, эффективно лечит антибиотик. Вот если бы мы знали, мы бы вчера его привезли, когда котёнок ел и нормально выглядел, и дали бы ему антибиотик. А теперь неизвестно, спасут его или нет. Можно сказать, в реанимации. Жесть. И у нас сколько дома ещё кошек. Похоже, мы наконец-то нашли нормальную клинику, где быстро, экстренно оказывают такую квалифицированную помощь, а не так, что я тогда привезла котяту. Он говорит, он мне ещё по телефону сказал, порасспрашивал, говорит, так они у вас дохнут от голода, кошка, видимо, их плохо кормит. А когда я привезла, ну, он их пощупал просто по хребту, говорит, видите, хребты, ну, прощупываются, типа, они худые. И всё. Он ничего больше не осмотрел. Никуда. Ни в уши, ни в рот. Ну, я просила, говорю, может, вы гляньте. Он говорит, сейчас их надо спасать, а это глядеть будем потом. Ну, блин, а как спасать, если не знаю, что с ними? То есть он так прям убеждён был, что их просто плохо кормила кошка, и поэтому вот им стало плохо. А здесь, видите, сказали совсем другое. Ну, и плюс, я же говорю, котёнок, который остался живой, он был крупный, он был пузатенький, он из них всех был самый крупный, то есть он явно уже доедал. Он вчера очень хорошо ел это специальное молоко, которое ему купили в ветеринарной аптеке для котят до месяца и до двух месяцев можно давать. Очень хорошо его ел, причём сам лакал из миски, и вот просто сегодня утром он прям на глазах начал, ну, начали те же симптомы проявляться, что были у тех. Ну, это же явная инфекция, понимаете? То есть он заразился, ему ещё было нормально некоторое время, потом резко стало хуже. И они тоже холодели, у них тоже падала температура. Вот когда я везла их к нему, к тому первому врачу, они прям холодели, я их всё время грела, в руках грела, дома на грелку уложила. То есть у них падала температура, и потом они начинали умирать. Поэтому это ужас, что я пережила за эти два дня. Сейчас, когда будет какой-то вердикт, я не знаю, выживет или нет этот малыш, если нет, я тогда сразу привезу к ним мурку. Пускай берут у неё анализы, смотрят, что у неё за инфекция, дают ей антибиотики. Уже всё равно попадут они в молоко или нет, кормить ей некого. Молоко придётся как-то перегорать и делать мурки-прививки. Какие-то, не знаю, что делать. Расскажут. Возьму мурку и привезу сюда. Позвал меня врач. Короче, вообще капец. Он говорит, что возможен резус-конфликт с матерью у этих котят. Он говорит, в таком случае лёгкие, там как-то не защищены, и у них, ну как бы, типа пневмоинфекция возникает, ну просто легко возникает от любого, возможно, этот хламидиоз, но он говорит, что да, можно привезти мурку, у него возьмут кровь. То есть, говорит, прогноз неблагоприятный, котёнок очень холодный, если бы у него хотя бы была нормальная температура, сейчас антибиотики, то есть ему ввели антибиотики, ему дали, но главное, чтобы он нагрелся, потому что, если он не нагреется, они его под какую-то грелку положили в бокс с кислородом, если он не нагреется, то он умрет. Он говорит, прогноз неблагоприятный, скорее всего, он умрет, но говорит, говорят, приедете завтра в полтретьего и привезете с собой кошку и возьмем у нее все эти анализы я сказала, что у нас дома еще куча других котов и я переживаю, что они могут заболеть и он говорит, о да, говорит, это у вас может пойти сейчас как взрывная цепочка я говорю и причем говорю, у нее сейчас еще вот эти старшие коты которых Маня родила, сосуд молоко он говорит, не, они не заразятся, если что через молоко, ну то, что сосуд это не страшно, но говорит, ее все равно лучше на карантине подержать ну в общем, не знаю, какой карантин если она со всеми там уже все эти дни контактировала, еще и молоко у нее пьют понимаете, то есть тут есть какой-то инкубационный период этой инфекции, там несколько дней от двух до восьми, по-моему, они все могут выглядеть как здоровые, а потом все резко начать болеть, и это будет просто сами понимаете еще больше капец, чем то, что случилось ну в общем, он сказал, что возможен резус конфликт с матерью, что он даже об этом думает что скорее всего и что котята, то тем, что пили у нее молоко ну как бы, получается, им только от этого хуже было получается, им надо было, что с рождения не давать ее молоко а типа, кормить искусственно или что, я не знаю я не знаю, как решаются резус конфликты у кошек я вообще первый раз такое слышу, а что такое я тоже первый раз такое слышу ну вот это его людей-то это заранее выявляют да, это его предположение он говорит, к сожалению, вот это все вот так вот резко, быстро развивается ну вот так вот, что вчера котенок как здоровый пил молоко и бегал, и ходил, и нормально вообще, а сегодня он лежит еле живой и температура 33 и с чем-то, ну, жесть жалко малютку, жалко всех малюток муркиных ну, это наука на будущее насколько это все сложно да, кажется, что та кошка родила, они выросли ну, как у нас, в принципе, всегда и было и, конечно же, это не из-за блох как там многие писали что у ваших котят загрызут блохи я тут говорила о том, что она же с блохами пришла им передала то об этом даже речь не шла об этих блохах потому что вот манины котята когда росли, тоже ж снежок приходил, приносил блох с улицы тоже они на них были ничего, они выросли и никто не умер вот, это не из-за этого хотя, не знаю, я читала, что блоха если она какая-то зараженная там укусит, тоже может котенка заразить ну, не знаю, в общем точный диагноз мы узнаем позже я надеюсь, что узнаем либо когда мурка сдаст кровь потому что это либо резус-конфликт с муркой либо мурка чем-то больна и их заразила вон так вот короче, они от голода они умерли однозначно врач сказал, инфекция я себя чувствую замученной это капец за эти дни я первых котят пыталась выхаживать так же на грелках кормить со шприца, с пипетки и что я только не делала которые умерли потом сутки вчерашние все, с этим котенком я возилась и у меня такая была надежда что он выживет ну, реально я врачу говорю он вчера был вообще он ходил, бегал кушал даже маму сосал а он говорит да, это все развивается очень моментально ну, честно вот мне исходя из того что первый котенок умер сразу же при родах меня это настораживает потому что я думаю что все-таки она что-то еще при родах им передала ну, то есть они вот у них прошел инкубационный период может быть и 3 недели и после этого они заболели либо они заболели еще раньше но, ну, типа плохо себя чувствовали но все равно маму сосали и мы ничего не замечали может быть и так может быть они сколько-то дней поболели и уже потом стало совсем плохо в тот день как начали все хотя, видите как резко это вчера котенку хорошо сегодня все капец ну, еще маленькая надежда что он выживет есть завтра в 3 часа дня мы поедем и если он ну, завтра в 3 часа мы все узнаем выжил он или не выжил но врач сказал прогноз неутешительный учитывая что предыдущие умерли и умерли быстро сказал ну, что сильно надеяться не стоит но они сделают все, что могут жаль, что мы в эту клинику умку тогда не повезли я думаю умку бы спасли точно там так сразу взялись спасать даже при температуре 33 а мне тогда я тогда позвонила врачу который на дом выезжал ну, было так написано что выезжает говорю так и так собаке плохо помогите спасите приедьте мы заплатим сколько хотите а он говорит померите ему температуру если у него температура типа там ниже 36 значит он уже умирает если она там выше 30 я не помню сколько он сказал че 8 че 7 че 8 значит все нормально а так вот он мне сказал и все какой-то вообще бездушный мы тогда померили у него еще была кстати нормальная температура он еще не умирал еще могли спасти если бы нормальный врач попался ну, хотя смотря чем его травили конечно мы же не знаем что лунки подкинули может быть бывают такие отравы что ничем не спасешь ну, никак да я теперь уже никаких котят не хочу никаких очень хочу манинных отдать чтобы поменьше проблем этих когда умирает животное на твоих глазах и ты пытаешься все что все что можешь сделать реанимировать ищешь врачей вот это все бессонные ночи это ужасно это просто ужасно я не могу вам передать самое плохое что так и может быть для меня особенно такие маленькие милые пушистики и ты не можешь им помочь амурку повезу пускай я же говорю прививают но правда он говорит лучше пока не прививать почему-то не знаю подержать на карантине пока не прививать учитывая вот это вот все а кровь сдать да кровь сдать и посмотреть что у нее может быть всем привет у нас следующий день мы едем с муркой и мы не знаем выжил ли последний котенок мы сейчас приедем и это узнаем и хотя я умом понимаю что вряд ли но все равно я так нервничаю все равно хочется думать а вдруг вдруг они его спасли мурку увезу сдавать кровь на инфекции опачка и не особо нравится что мы куда-то едем когда я вышла с ней на улицу ей понравилось она воздухом дышала а вот как сели в машину машина поехала то это ей уже не понравилось но все-все котенок умер вчера и нам его отдали в черном пакете и я не знаю как нам его теперь хоронить как-то надо доставать из этого пакета его туда так плотно закутали я в шоке вообще и умер он вчера в 5 часов сказали и сказали что это были веслоухие котята что мурка с веслоухим погуляла мурочки померяли температуру взяли кровь на вирусы и просто общий анализ вот это слабкий дом надо снять когда доедем но температура нормальная 38,5 то есть мурка сама на больную не похожа но тем не менее она может быть носителем вируса поэтому мы сдали кровь проверить хотя так теоретически может быть и снежок и мира все кто с улицы приходили либо действительно доктор правый у них не открылись легкие до конца потому что резус конфликт с муркой вот это очень похоже на правду потому что первый малыш в первый же день умер практически так же как эти все просто у него симптомы были резкие и сразу а эти прожили еще три недели и потом только начались такие же симптомы отказа сосания вот все как у него было очень непонятно что за инфекция и очень похоже на то что врожденные все мурочка мы домой едем едем на ручке сюда ко мне эти ко мне я думаю что я хочу купить вот такой в поле что я это что я